Продолжение следует... ...множество людей дождались. Мы выпустили полноценный курс по обучению языку PHP. В прошлых видео, дорогие друзья, я показывал вам о том, каких результатов можно достичь, если вы знаете язык PHP. О том, какие сервисы, скрипты можно создать. О том, какие финансовые и не финансовые результаты это дает. И вообще, в принципе, веб-программирование по большей части сводится к знанию именно этого языка программирования. Потому что все остальные языки, они дают вам возможность украшать ваш сервис, украшать ваш скрипт, наводить какую-то визуальную или эстетическую составляющую до идеала. Но сама основа любого сервиса, любого скрипта это практически всегда язык PHP. Так вот, собственно, в данном тренинге мы и будем проводить желающих людей от создания простейших скриптов до создания каких-то мощных и глобальных сервисов. Собственно, по окончании обучения в данном курсе вы будете иметь на руках очень серьезную разработку. Но об этом я расскажу вам чуть-чуть попозже. Итак, давайте немножко разберемся, для кого это нужно. Разумеется, не каждый человек хочет работать сам на себя. Не каждый человек хочет иметь свои собственные разработки для того, чтобы зарабатывать на них. Многим людям гораздо приятнее работать на кого-то. Если вы такой, то это предложение возможно не для вас. В первую очередь данное предложение ориентировано на предприимчивых людей. На людей, которые хотят иметь собственные разработки, какие-то собственные проекты в интернете, чтобы потом зарабатывать с них деньги, иметь какие-то активы. Вот для таких людей, по сути, и создан и данный язык, и данный обучающий курс. Потому что, по большому счету, вот программисты на PHP, это не программисты, ну, чаще всего не программисты, которые работают на кого-то, хотя такое тоже встречается. Но, как большая их часть, она имеет какие-то свои сервисы, свои разработки и получает стабильный доход именно от своих разработок, сервисов, скриптов и прочих вот этих вещей. Так вот, собственно, если вы тоже будете знать язык PHP, то есть очень большая вероятность, что вам больше никогда не придется работать на кого-либо. Вы будете создавать собственные разработки и, собственно, на них жить. Итак, давайте вот разберемся, вот что дает практика той информации, которая находится в данном курсе. Вот, например, в прошлых видео я показывал вам, какие результаты дает та информация, которая заключена в этом курсе, какие результаты она дала лично мне. И моему коллеге Роману Кротову. Таких примеров вы можете сейчас прямо найти в интернете большое количество, потому что люди, которые зарабатывают много, они обычно как бы не стесняются это рассказать. Хотя есть, конечно, люди, которые стесняются, но, тем не менее, вполне можно найти какую-то статистику, какую-то информацию, что зарабатывают люди, которые продают свои скрипты, онлайн-сервисы или хотя бы можно посчитать приблизительный их доход. Вот сейчас на экране вы видите различные картинки с моих платежных аккаунтов. Вот самая правая это платежка с сервиса Sell&H, это разработка моего коллеги Романа Кротова. Слева вы видите аккаунт V-AutoPay мой, это заработок за год по продаже моего скрипта, который называется SimpleSplit. Когда-то я вам уже его показывал. И чуть ниже вы видите еще одну нашу разработку, которую мы создали совсем недавно. И еще особо ее не... Ну, как бы, вплотную мы не занимались ее распространением. Но вот эта вот сумма, которую мы заработали за примерно полтора месяца. Итак. Собственно, что еще кроме денег? Вот для меня, в принципе, деньги это не совсем результат. Что можно сделать с деньгами? Ну, бумажки и бумажки, да? Но для меня всегда в моей голове деньги это равно возможности. То есть, возможности сделать что-то хорошее или что-то плохое. Деньги также, если они появляются у кого-то, они дают возможность понять, вот хороший человек на самом деле это или плохой. Потому что смотришь, на что он пускает свои возможности финансовые. И сразу понятно, что это за человек. Так вот. Для меня, в принципе, деньги это возможности. И какие возможности получил я после того, как все это у меня пошло достаточно на хорошем таком уровне. Собственно, я перебрался из кавказского такого города Минеральные Воды. Это маленький, совершенно неуютный, грязный городок. В большой, такой, ну не совсем большой, но гораздо более цивилизованный город Краснодар. Здесь очень хорошо, здесь очень красиво. Здесь, как бы, замечательная природа, замечательный климат. Хотя немножечко жаркий, но, как бы, мне, в принципе, самый раз. Так вот. Я умудрился на эти деньги переехать. И купил маленький домик здесь. Вот, собственно, сейчас вы его видите на своем изображении. Разумеется, это не какая-то супер-пупер-вилла, там, не знаю, с каменными львами, там, с дворецким и так далее. Это обычный такой небольшой домик. По-моему, даже это бывшая территория дачи. Возможно, как бы, мой дом, это просто бывшая дача. Такое тоже возможно. Так что, в принципе, вот таких вот результатов я добился. Не супер-пупер-мега крутых, но, тем не менее, весьма хороших. Итак, что, кроме, как бы, вот, моих возможностей это мне дает? Вот, например, этим летом я ездил в Крым. Вот сейчас вы видите на экране фотки, которые, собственно, я привез с Крыма. Вот что я могу позволить, если, собственно, если у меня есть свои разработки. И дело даже не только вот в том, что я вот такой летом взял и поехал, да. Дело в том, что мне мой пассивный заработок на этих самых скриптах от различных моих проектов дает возможность жить свободно. То есть, когда я захочу, я могу взять, уехать отдыхать. И когда я захочу, я могу взять, сорваться и поехать там к родственникам в другой город. Если я захочу, я могу в любой момент перестать работать и заняться чем-то другим. Или наоборот, если, например, я хочу поработать, я могу поехать в любое другое место, взять с собой ноутбук. И мне этого будет вот так вот достаточно, чтобы продолжать мою работу. Собственно, несколько своих видео, несколько интересных заметок на сайте я, собственно, сделал из Крыма. Возможно, вы видели на видео, как я рассказывал, собственно, свою собственную историю успеха, о том, как у меня получилось создать центр программирования, что было поначалу плохо, как вообще вся эта идея зарождалась и что из этого вышло. Так вот, это видео я снимал как раз вот, находясь в солнечном Крыму. Просто очень классное место, вот от себя скажу, что вот лучшего моря на свете я еще не видел. То есть оно, знаете, вот как на фотках вот этих вот красивых, когда море сине-бирюзовое такое, прозрачное, красивое. Я приезжал, как бы вот у нас на Черном море приезжаешь, там, не знаю, в Анапу еще куда-нибудь, ну, море оно какое-то мутное, грязное, ну, не очень классно. Вроде бы и море, но вроде бы и не очень. Вот, а туда приезжаешь, вот как оно выглядит, вот сейчас вы на фотках видите, вот такое оно и есть. Я просто был в некотором культурном шоке, потому что, ну, блин, ну такое море, туда вот, вот смотришь с пирса и тебе видно дно. И причем вот это каждый день. Как бы штормов не бывает почти. Ялта это просто что-то, что-то с чем-то. Я, конечно, был там в других местах еще в Крыму, но там вот не очень. А вот в Ялте, конечно, это просто сказка. А вы представляете, как бы изменилась вообще ваша жизнь, если бы вы применяли информацию? Давайте немножко просто помечтаем, что бы вы сделали, как бы вы устроили свою жизнь. Вот я вот, понятно, да, я переехал в другой город, начал как бы, ну, немножко такую другую совершенно жизнь. Переехал в другой город, начал больше разъезжать по каким-то другим местам, посещать что-то, что-то интересное замечать и так далее. Что бы произошло в вашей жизни, если бы вы имели возможность работать в любом месте планеты, собственно, с вашего ноутбука и тогда, когда вы захотите, что, собственно, поменялось бы. Может быть, вы бы чего-то добились, на что бы вы потратили бы свои свободные деньги, может быть, вы бы кому-то помогли. Что бы вы вообще делали в свободное время? Давайте немножко помечтаем. Наверняка бы вы, ну, не знаю, точно тоже бы, наверное, постарались бы жить более как-то приятно. Потому что большинство людей в нашей стране почему-то живут в таких замызганных бетонных коробках. Я, например, вот люблю какие-то частные дома. Мне здесь гораздо комфортнее, потому что я могу даже ночью врубать музыку громко, я могу делать все, что захочу. Могу, хоть не знаю, тут отбойным молотком стучать по стенам, никто не будет против. Вот. Что бы было бы у вас? Наверняка бы вы тоже постарались бы жить в каком-то более приятном для вас месте. Какое бы было это место? Подумайте. На что бы, собственно, вы потратили бы деньги? Что бы вы купили первым делом? Я вот помню, первое, что, одна из первых вещей, которые я купил, когда начал зарабатывать свои деньги, я купил новый компьютер. Я купил ноутбук, это был Samsung, который сейчас у меня лежит как бы в одной из моих комнат, где-то под грудой книг. Сейчас я им уже не пользуюсь, но в свое время у меня было много-много радости, когда я купил этот ноут. Вот знаете, такое, когда покупаешь новую технику, вот не знаю, как у других, у меня, когда я покупаю новую технику, мне нравится, как она пахнет, мне нравится, как она выглядит. Вот она даже какую-то особую атмосферу вокруг себя создает. Конечно, это как бы чувство продолжается недолго, но согласитесь, чувство очень классное. Вот, и ходишь как бы все время, смотришь, смотришь на нее, думаешь, блин, как классно. Вот, так все это на самом деле реально добиться, потому что этого уже добились многие другие люди. Но, в отличие от меня, они обычно не стараются рассказывать об этом как бы так вот на всеобщее обозрение. Потому что люди тихо зарабатывают, как бы на своих доходах сидят и не хотят, чтобы другие люди знали, что у них есть деньги. Все это в настоящий момент можете получить и вы. Сейчас есть много людей, которые уже этим занимаются и уже добиваются результатов. Вы можете даже полазить просто по различным форумам PHP и посмотреть, вот, какие проекты люди реализовывают. Вы увидите, что они реализовывают различные сервисы, различные скрипты, очень интересные, кстати. Вот, просто ради интереса попробуйте полазить, действительно очень классно, потому что там то у человека такая разработка, то у человека другая разработка. Причем все они такие солидные, классные и люди ими пользуются, и люди за это платят. Так вот, и так вот почти с каждым PHP программистом я верю, что всего этого можете достичь и вы. А знаете почему? Дело в том, что у нас уже есть множество людей, которые обучились в нашем центре программирования и добились каких-то больших результатов. Вот давайте я вам немножко про них расскажу. Наверняка вам будет интересно посмотреть на тех людей, которые сначала вообще ничего не умели, а потом после прохождения обучения чего-то добились. Вот, например, один из наших учеников, это Сергей Бабийчук. Ему 24 года, живет в Санкт-Петербурге. Начиналась его история достаточно банально. Человек учился на институте, захотел работать, вот, учиться и работать. Он понял, что для того, чтобы ему работать, ему нужны будут знания по программированию. У него было на выбор два языка, и, собственно, он выбрал один из них, это был C++, потому что он наиболее универсальный. Так вот, никаких, разумеется, знаний у него тогда о программировании не было. Он начал проходить наши курсы, наши уроки по языку C++. И вот, собственно, сейчас результаты, которых он добился после обучения. Уже прошло некоторое время, и вот какие вещи и разработки он создает. Сейчас, как бы, данный человек работает в какой-то телекоммуникационной компании, какой-то достаточно крупной. Собственно, вот справа вверху, видите, программу его для дешифровки радиоэфиров. Слева какую-то математическую учислительную программу. Честно говоря, я до конца даже не понимаю, что это. Собственно, теперь это действительно настоящий программист по C++. Я подозреваю, что вполне вероятно, что этот человек по языку C++ может заткнуть сейчас меня за пояс. Вы знаете, меня это очень сильно воодушевляет, как ни странно, потому что, когда вот ты учишь человека, он совершенно ничего не знал. Вот он закончил обучение, и сейчас он добился в какой-то определенной направляющей больше, чем ты. И ты, как бы, понимаешь, что ты действительно хорошо постарался. Вот еще один из наших учеников. Это Смоляков Сергей, ему 63 года, живет тоже в Санкт-Петербурге. Раньше он занимался бизнесом, сейчас он пытается изучить программирование для себя. Ну, и не только на самом деле для себя. Он пытается разобраться во всех этих информационных технологиях, потому что, ну, как вы понимаете, без них сегодня никуда. Есть множество различных программ, есть множество различных технологий, которые мы повсеместно используем. И разбираться в этом, и создавать какой-то софт, программы, что-то вспомогательное в программном смысле для себя, это очень, как бы, хорошая вещь, потому что даже если, например, у вас какой-то маленький бизнес, если вы умеете программировать, вы можете сильно себе облегчить работу, потому что создал программу, которая, как бы, обрабатывает нужные вам данные нужным образом, и больше не паришься. Потому что настоящими разработками, вот, в бизнесе можно действительно заменить реальных людей. Вот, например, есть, может быть у вас в бизнесе какой-то человек, который будет, там, не знаю, перекладывать бумажки с одного места на другое, или делать какие-то расчеты, что-то подобное. В то же время те же самые расчеты может делать и программа. То есть вы можете сократить так свои расходы. Ну, и, собственно, этот человек занимается примерно тем же. Он пытается повысить свой уровень знаний, повысить свою компетенцию именно в информационной сфере. Сейчас он свободно владеет языком C++. Я хотел попросить у него его собственные разработки, как бы, попросить скриншоты, но, к сожалению, не смог, потому что он сказал, что он болеет, выглядел человек действительно больным. Ну, я не стал его напрягать, поэтому он мне обещал выслать результаты после того, как он уже выздоровеет. Ну, результат остается результатом. У нас сейчас много, кстати, людей именно такого солидного возраста, которые занимаются подобными вещами. Или программируют для себя, или программируют под какие-то свои нужды. Очень интересно, вот лично меня занимает, что такие, как бы, люди в возрасте занимаются подобными вещами. Очень интересно. Даже просто пообщаться с такими людьми интересно, потому что, ну, как выглядят люди сейчас в возрасте обычно. Это люди, которые совершенно ничего не понимают в информационных технологиях. А эти люди понимают все. Итак, вот этот другой результат. Молодой парень, сейчас он учится в школе. Его зовут Иванов Александр, ему 14 лет. Лично мне он напоминает меня самого, вот в этом же самом возрасте, потому что... Но сейчас он свободно владеет шестью языками программирования. Разумеется, не на каком-то там супер-пупер высоком уровне. Но, тем не менее, в 14 лет я дурачился с друзьями, играл в видеоигры и пил Ягуар. Если у меня, конечно, была возможность его достать. Вот этот же человек сейчас знает шесть языков программирования. Он создает какие-то небольшие простые проекты, которые вы сейчас видите на экране. Разумеется, как я говорю, это не супер-пупер какие-то разработки. Но, блин, в 14 лет я как бы не знал шесть языков программирования. Я знал Basic, знал Pascal, знал Delphi. Это все. Все мои знания были на тот момент. Сейчас, конечно, я знаю больше, но вот этот человек меня очень сильно удивил. Потому что общаешься с ним, вот он не тянет на 14 лет. Ты с ним разговариваешь и разговариваешь как с человеком, ну не знаю, лет 20, 22, 23. Потому что он в теме и понимает все, о чем я говорю. Какими бы там сложными словами я не выражался, он все это понимает. Очень интересно. Собственно, а был обычный ученик, который, ну, буквально несколько лет назад, он совершенно ничего не знал. Ну, вот в данном возрасте, вот если, может быть, вам тоже мало сейчас лет, или, может быть, если вы смотрите, как бы, данную презентацию для своего ребенка, чтобы, может быть, ему какое-то будущее дать, учтите, что вот именно вот в этом возрасте, вот где-то, например, примерно, наверное, где-то с 12 лет, у человека усваиваемость информации, она в десятки раз больше, чем у тех, кто будет изучать программирование в 20 лет, в 30 лет. В 60 лет человек, вот, допустим, предыдущий наш ученик, да, Сергей, он тоже изучает программирование, но он знает только один язык, C++, как бы, при том, что он уже находится на пенсии, по большому счету ему, ну, наверное, у него есть много, наверное, времени, у людей обычно всегда на пенсии много времени. Так вот, а у этого человека школа, у этого человека наверняка еще какие-то другие обязанности есть, но он умудрился, как бы, изучить 6 языков программирования, это потому что именно в этом возрасте всасываемость информации, ее усваиваемость, она просто феноменальна. Я вспоминаю себя в те годы, действительно, я многое понимал гораздо быстрее, я многое схватывал быстрее, сейчас я, ну, как бы, может быть, я немножечко разленился, может быть, я немножечко изменился, вот, ну, в общем, у меня нет сейчас такой прыти, которая есть у людей именно этого возраста, так что, если вы думаете изучать программирование или не изучать вот в этом возрасте, изучайте, и вот, как бы, я вам очень рекомендую именно сейчас этим заниматься, потому что потом вам будет тяжелее. Вот, собственно, вам замечательный пример. А тут 2 года, 2-3 года назад он ничего из этого не знал, никаких языков программирования не знал, был обычным, ну, школьником, который наверняка проводил много времени в видеоиграх. Итак, собственно, какой вывод из всего этого? Дело в том, что мы уже, как бы, это не единственные отзывы, не единственные результаты, которые принесли, принес наш центр программирования. Результатов было много, различных, интересных и не очень простых и сложных. Так вот, вывод следующий. С нами вы действительно получите необходимые вам знания по языку PHP. Если мы беремся за какое-то дело, если вы при этом не лентяйничаете, не делаете так, что вот, там, купили какие-то обучающие материалы, положили их на верхнюю полку шкафа и забыли про них. Если вы вот так не делаете, если вы готовы вложить свои собственные усилия, то, разумеется, с нами вы действительно получите необходимые вам знания. Следуйте за нами, за мной, за нашим центром программирования, и мы действительно сделаем из вас профи, как вот из всех тех людей, которых я вам только что показывал. Теперь давайте подробно поговорим о том, что конкретно находится в нашем обучающем курсе, в нашем тренинге Мастер PHP, какие знания конкретно в нем содержатся и как вы их будете получать. Вот сразу хочется сказать, что вот когда мы делали эту презентацию, мы пытались, вот как бы в курсе у нас есть много, как бы, обучающих блоков. И каждый из этих блоков мы пытались, как бы, вот подробно расписать на этой презентации. Вот, например, сейчас вот первый слайдик, да, и просто вот не влезал текст с описанием того, что находится внутри каждого блока. Поэтому вот учтите, что я сейчас вам буду показывать, да, но это не все, потому что в блоках есть то, о чем мы просто не вместили сюда, как бы, вот в эти надписи. Просто оно бы еще занимало еще страницы 3, наверное, вниз. Так вот, самый основной блок, это блок по основам веб-программирования. С него все и начинается. Вы подготавливаете компьютер, вы подготавливаете, создаете свой сервис или арендуете другой, как бы, сервер какой-то. Изучаете синтаксис, основы, циклы, массивы, условия, работу с файлами и любые вот эти вот все основы, работы с переменными и прочее обсуждаются именно здесь. Здесь не изучается каких-то особых алгоритмов, но, тем не менее, как бы, вот этот, именно этот блок, он, по сути, уже может дать примерно 70% результата от вашего скрипта. То есть, это блок, в котором вы уже можете создавать, после прохождения которого вы уже можете создавать какие-то скрипты. Может быть, они будут не очень красивые, но они будут обладать базовым функционалом, и уже можно будет создавать и, как бы, продавать скрипты или онлайн-сервисы. То есть, вот в этом блоке сосредоточено много-много информации именно по основам веб-программирования, не только PHP. Там, на самом деле, как бы, рассказывается о многих других технологиях, которые совместимы с ним, которые вам также пригодятся. Немножечко они изучаются на том уровне, на котором вам нужно будет для создания своих первых скриптов. Собственно, вот 70% функционала вашего скрипта уже можно будет создать, после того, как вы пройдете этот блок по основам веб-программирования. Так вот, что дальше? Далее у нас следует блок по передаче данных. Вот передача данных из форм, совмещение различных данных форм со скриптами на JavaScript, создание баз данных, связь с базами данных, правильная, как бы, вот с ними работа. Разумеется, вам, вот знаете, вы, возможно, слышали о таких вещах, когда взламывают чужие сайты, да? Почему это происходит вообще, вот, откуда берутся такие уязвимости в сайтах? Они берутся из-за неправильной, как бы, работы с передачей данных. Вам необходимо правильно работать с передачей, как бы, передачей информации в базу данных, из базы данных. Вообще, чтобы весь админ информации в сайте, в вашем скрипте, в вашем сервисе шел правильно. Иначе его взломают. Сейчас с ним много грешат на просторах интернета, потому что люди, ну, как бы, пишут какую-то статью, они пишут ее левой ногой, и ничего хорошего из этого не выходит. Так вот, безопасность, вот, большая часть безопасности заключается именно в правильной передаче данных. Никто, как бы, не захочет, и вы, разумеется, не захотите, чтобы ваш скрипт, ваш сервис, кто-то мог, например, поставить информацию о ваших клиентах в вашем скрипте, достать какую-то конфиденциальную информацию, которую вы, вот, как бы, вы, например, создали какой-то сервис, да? Начинают им люди пользоваться, начинают какие-то клиенты появляться, они постоянно пользуются. Но там, как бы, в их личных кабинетах находятся их личные данные. Данные, возможно, об их продажах, возможно, какие-то контактные данные, какая-то информация, может быть, с внутренними кошельками, деньгами и так далее. Разумеется, вы не захотите, чтобы вся эта информация, личная других людей, ваших клиентов, попала в руки злоумышленников. Так вот, чтобы этой фигни не было в вашей жизни никогда, есть вот этот данный блок по правильной передаче данных. Зная его, вы сможете, не допуская ошибок и нарушений безопасности, сделать так, чтобы вашим скриптом ваши клиенты могли пользоваться безопасно. Чтобы не было такого, что вам потом предъявят какие-нибудь иски, хотя, как бы, у нас такого еще не было никогда, я, как бы, своими глазами не видел, но, в принципе, такое вполне возможно. Если вы виноваты в потере какой-то информации, у вас могут быть большие проблемы. Разумеется, вы этого не захотите. Далее. Блок по управлению внутренними сервисами, процессами, которые происходят в вашем скрипте или сервисе. Сейчас вы можете на экране видеть подробное описание, но это не все, что там находится. Дело в том, что, вот, мы даже, видите, до самого низа дошли кадры, и мы хотели еще написать, но там уже еще ниже уходило. Вот. Но, в общем, что тут изучается? Вот, любая программа, написанная на компьютере, она всегда находится, ну, в одном, может быть, в нескольких, там, модулях, файлах и так далее. Так вот, ну, все эти файлы подключаются в какой-то один файл, который все это обрабатывает. На языке PHP это немножечко по-другому. Дело в том, что там различные файлы, как бы подключаются к различным файлам. То есть, как у нас, например, там на языке C++, вы создаете какой-то главный файл, к которому подключаются вспомогательные модули. На языке PHP это немножко по-другому. Там есть много главных, к которым подключаются дополнительные, и, может быть, даже они еще друг с другом объединяются. Собственно, это немножечко другая, как бы, структура вашей всей программы, вашего всего сервиса. И работать с ней надо немножечко по-другому. Потому что, если вы будете с этим неправильно работать, то весь ваш скрипт будет... Во-первых, его будет просто неудобно писать. Потому что вы будете постоянно спотыкаться о разные трудности. У вас будет многокилометровый просто текст, вот именно ваших исходников. Это, разумеется, никому не нужно. Разумеется, в этом блоке изучается не только связка всех этих файлов и исполняемых кодов, но еще и различные сложные механизмы. Например, такие, как механизмы поиска, механизмы связки работы с джава-скриптами и различными библиотеками типа jQuery. Работа вашего скрипта без перезагрузки страниц. Это, кстати, очень неудобно, потому что, когда постоянно перезагружаешь страницы... Ну, возможно, вы сейчас уже видели, на сайтах сейчас множество сайтов работают без перезагрузки страниц. Когда щелкаешь по ссылке, не происходит вот этого обновления всего интерфейса, а просто там сменяется какая-то информация в центре вашей страницы. Собственно, такое будем учиться делать и мы вот в этом данном блоке. Если этому не учиться, если этим не заниматься, то в результате ваши клиенты начнут вас со временем ругать, пытаться как бы, ну... Им будет не нравиться, потому что ваш сервер, сервис, сервер, все устроено, это неудобно. Ваш скрипт будет устроен неудобно для них. По идее, весь JavaScript создан для того, чтобы создавать какие-то удобства. Так вот и в данном блоке, мало того, что, кстати, JavaScript, кстати, тоже там будут небольшие блоки внутри вот этих блоков, так вы их будете делать с помощью JavaScript, все это будете делать гораздо-гораздо удобнее. для ваших, как бы, конечных клиентов. Вот еще парочку слов о правильной навигации, которую, как бы, вот тоже мы будем изучать вот в данном блоке. Вот знаете, на языке PHP, опять-таки, можно создать весь функционал, засунуть в один файл, да? Но тогда в таком случае у вас будет, вот вы заходите в какой-то сервис, вот который вы создали, да? И у вас получается длиннющая-длиннющая страница с различной информацией, вот. И на этой странице можно управлять всеми настройками. Разумеется, это людей очень сильно раздражает. Вы когда-нибудь видели, вот, заходишь на какой-нибудь сайтик, и для того, чтобы вот работать с каким-то сервисом или там вот в личном кабинете, там вот несколько километров, например, полей, которые нужно заполнить, несколько километров там какой-то информации, или там переключатель, или еще чего-то. Это, разумеется, ну, это просто кошмарно неудобно. Создание правильной навигации, вот это очень решающий фактор именно в распространении играющих. Если ваш скрипт будет неудобен, если он будет непростый и лаконичен, то пользоваться им никто не будет. Вот компания Apple принесла в нашу жизнь то, чего очень не хватало нам, потому что до того, как они создали свой такой вот подход, простой, лаконичный, минималистичный, до этого все было кошмарно сложно. И была мода создать что-то кошмарно сложное. Они же сделали по-другому. Они сделали простые вещи, которые может пользоваться каждый дурак. Так вот, и вашим скриптом должен, каждый дурак должен зайти в него и понять, как им пользоваться. Собственно, для этого используется правильная навигация, правильная расстановка всех элементов, правильное место для настроек, для дополнительных настроек. Все часто используемые функции выводятся на первый план. Все менее используемые функции выводятся на второй план. Еще реже используемые на третий план. Для совсем там супер-пупер-профи, которые все знают, выводятся на какой-нибудь там десятый план. И обо всем этом мы будем рассказывать. Если этого у вас не будет, например, у вас будет какой-то скрипт, который вы будете продавать, или сервис, который вы будете продавать, и вы там в видео, например, покажете, как он выглядит. И если человек, посмотрев такое видео, сразу не поймет, что там и где там, и для чего оно нужно, то существует большая вероятность, что он просто наплюет на ваши предложения. Поэтому создание правильной навигации это один из решающих факторов. Не все решающие факторы, а он один из самых решающих факторов в том, чтобы ваш скрипт, ваш онлайн-сервис приобрел популярность у людей. Так что об этом мы будем тоже конкретно говорить. И как это все завязать с функционалом, это тоже все очень важно. Тоже будем как бы этому учиться. Далее. Блок по расширенной работе с базами данных. Тут, в принципе, ну что рассказывать, тут есть у каждого сайта, у каждого сервиса есть какая-то база данных, в которой находятся все данные о пользователях, о тех деньгах, может быть, которые они переводили с помощью вашего сервиса, или вводили в ваш сервис, или выводили из него, о всех операциях, совершенных этим человеком, о различных других вещах. В общем, обо всем этом есть информация в базах данных, и она там вся хранится. Это очень удобный способ хранения информации, когда вы научаетесь им пользоваться, это очень удобно. Вот на языке PHP можно хранить информацию двумя видами. Или в базах данных, или в файлах. Но с файлами это очень, как бы сказать, муторно, потому что с безопасностью опять-таки начнут возникать проблемы, поэтому нужно хранить данные в базах данных. Если вы, например, храните информацию в файлах, то начинаются такие проблемы, что надо будет смотреть за состоянием разрешения доступа к файлам, будут становиться, как бы, различные другие головники неожиданно будут возникать. Вообще, в принципе, обращение к базам данных, оно происходит на отдельном языке, не на PHP. PHP всего лишь использует другой язык для того, чтобы извлечь данные из базы данных. Так вот, очень часто бывает нужно какое-нибудь массовое извлечение данных, например, о заказах каких-то конкретных клиентов, или, может быть, о переходах там по сайтам, ну, смотря какой сервис вы будете делать. Обычно в любом сервисе, в любом скрипте существуют какие-то массовые такие данные, о которых нужно получить информацию вашему клиенту или вам. Так вот, собственно, все это тоже хранится в базе данных, и нужно уметь массово извлекать это, потому что если вы будете делать вот извлечение из базы данных неправильно, то ваш сервер, на котором находится ваш сайт, он будет очень сильно грузиться, из-за этого вы можете получить по шапке от вашего хостера, потому что вот на каждый сайт отводится определенное количество вычислительных ресурсов. Если вы начнете все это делать неправильно, то ваш сервер, на котором находится ваш сайт, превысит эти допустимые настройки, и ваш сайт, ваш сервис могут просто заблокировать. Разумеется, это вам не нужно. Разблокировать это тоже, это нужно будет сначала разбираться в том, что пошло не так, что дало такую сильную нагрузку на сервер, и потом, только после того, как вы это сделаете, можно будет разблокировать ваш сайт. Но вот, в принципе, этот процесс очень тяжел, потому что я вот лично попадал в такие ситуации, когда я сам создавал какие-то небольшие скрипты, скрипты, которые работали криво и очень сильно загружались в сервер. Я не мог понять, где находится вот та фигня, которая так сильно грузит, как нужно изменить алгоритм, как нужно это все понять. Это было уже несколько лет назад, но такие фишки были. И это знаете, как выглядит? Вы пишете там хостеру, типа, вот, я уже все исправил, типа, сейчас все нормально. Они врубают ваш сайт, там проходит несколько часов, и сайт опять врубается, потому что опять превысилась допустимая нагрузка на сервер. Вы опять начинаете это искать. И так вот этот процесс много-много раз повторяется, повторяется, пока вы, наконец, как бы не разберетесь. Но это, поверьте, лучше сразу знать, как это делать правильно, чем мучиться потом с вот этой всей фигней. Так вот, собственно, вот об этом все мы и будем говорить. Как не загрузить ваш сервер запросами, ваш сервер баз данных тоже не загрузить запросами, чтобы все было правильно, быстро, лаконично, просто, и, как бы, ну, просто замечательно. Идем дальше. Практический блок по созданию своего сервиса. Я уже в начале этой презентации говорил о том, что, как бы, вот после того, как вы закончите обучение по нашему вот этому данному курсу, у вас на руках будет солидная разработка, как бы, вот, которую вы будете создавать в процессе прохождения курса. Что это будет за разработка? Вот, в прошлых видео я вам рассказывал о таком скрипте автоордер, который создал мой коллега Роман Кротов. Собственно, его аналог вот такой вот вы и получите. То есть, весь данный сервис, который, в принципе, сейчас будет, возможно, в ближайшее время продаваться, причем, если он действительно будет продаваться, мы, возможно, его еще доработаем как-то, он уже будет зарабатывать неплохие деньги, потому что сейчас не так много сервисов, которые могут принимать деньги, не так много скриптов, которые могут принимать деньги, производить какой-то учет заказов, производить, как бы, вот, работать с партнерской программой по привлечению клиентов, выдавать какие-то личные данные, отправлять email сообщения и так далее. То есть, всего этого в интернете немного. Так вот, что конкретно внутри? Там будет находиться расширенная работа с JavaScript, расширенная работа с Cookies, создание сложного поиска, много, как бы, знаете, вот там много разных вещей. То есть, вот, чтобы получить в результате вот это вот, вот все данные, все следующие блоки, они тоже пойдут о том, как доводить до ума вот этот самый скрипт, чтобы уже у вас было все готовое после того, как вы, как бы, создали свой собственный, вернее, прошли обучение по нашему курсу Master PHP. Идем дальше. Блок по приему заказу и их обработке. На каждом сайте вы видите различные блоки по приему заказов. Что делать, если вы, как бы, организуете этот процесс неправильно? Могут вылезти очень некрасивые штуки. Например, вот, может получиться так, что заказанный какой-то товар получит человек не тот, который заказывал. Например, вот, могут съехать немножко ваши таблицы и получат, что люди получат не то, что они заказывали, если неправильно организовать этот процесс. Здесь все должно быть грамотно сделано. Если оно будет сделано неграмотно, потом столько проблем, столько головам, как бы, вот, если случается какая-то фигня, вот, с неработой вашего сайта или какими-то глюками, когда это касается только вас, это еще не такая большая проблема. То есть, это все терпимо, хотя это, конечно, очень неприятно. Но, когда это начинает касаться ваших клиентов и они уже начинают вас ругать, потому что у вас, блин, что-то работает через задницу, это уже капец. А еще хуже, когда это случается с клиентами ваших клиентов, потому что ихние клиенты, как бы, ваши клиенты ваших клиентов ругаются на ваших клиентов, а ваши клиенты будут ругаться на вас. Причем, одно дело, когда просто вашим клиентам плохо, а другое дело, когда ваши клиенты несут ответственность за то, что сделали вы. Это очень-очень неприятно. Мы пару раз попадали в такие ситуации, и, разумеется, у нас еще все хорошо происходило, мы все улаживали. Но поверьте, вы этого не хотите. Если вы это получите, то у вас потом будет голова вот такая просто, и стресс будет еще такой. Может быть, даже вы такого еще и не получали. Так вот, в данном случае мы и будем в данном блоке изучать процесс и организацию, и обработку заказов правильно, чтобы изменять правильно состояние различных заказов, чтобы правильно переводить деньги, чтобы деньги пришли туда, куда нужно. Чтобы сам прием заказов, различные данные, различные личные кабинеты ваших клиентов или клиентов ваших клиентов, чтобы все это организовывалось правильно, чтобы данные не перетасовывались, чтобы все получали то, что нужно, и все работало как нужно в процессе именно приема заказов. Потому что прием заказов это то, за что люди больше всего волнуются. Например, представьте, что вы заказываете у нас какое-то там обучение по курсу, да, вот вы, например, перевели деньги, потом вы видите, что вам, допустим, никакого товара не приходит ни на почту там, ни на e-mail, вы начинаете как бы разбираться с тем, у кого получили товар, например, с нами, да, что, мол, где тот курс обучающий, который я заказывал, дескать. Но вам, например, отвечают, что нет, как бы у нас нет никакого заказа на ваше имя, а деньги уже ушли. То есть, ну, вот это, вот за это больше всего волнуются люди, когда оформляют любой заказ в интернете. Так что этот процесс, вот, его нужно прямо досконально знать. Разумеется, у нас вот таких ситуаций не бывает, у нас все отлажено, вы не подумайте, просто я привел такой пример. Так, далее, блок по созданию партнерской программы для вашего скрипта-сервиса, это, возможно, вот вам, неподготовленному человеку, будет тяжело понять, зачем это нужно и насколько это важно. Я вам скажу, что это очень-очень-очень-очень важно. Потому что ваш скрипт, вот вы его, например, сделаете, ваш сервис, ваш скрипт, выложите его в интернете, но о нем, даже если он будет просто вот, муа, его, о нем никто знать не будет. О том, что он вообще существует в интернете. И даже если вот он очень-очень хороший, вы, возможно, думаете, что вот если он настолько идеальный, то люди сами придут и найдут. Не придут и не найдут. Мы это знаем уже, потому что мы делали много разработок, которые были, вот просто мы вкладывали в них вообще все, что могли. Не только свои силы, но вообще все, что смогли найти, все силы, все-все-все вкладывали какие-то наши продукты. И от того, что никто о них не знал, никто, ну как бы мы не получали ни заказов, ничего, просто от того, что их, о них никто не знал. Так вот, чтобы разнести информацию по интернету о каком-то вашем скрипте, сервисе, используется партнерская программа. Что это такое? Это когда в вашем скрипте встроенная такая как бы вещь. Вот, например, у вас регистрируется новый партнер. Он будет в интернете раскидывать ссылки на ваш сервис. Но от тех заказов, которые придут по его ссылкам, вы должны будете отдать партнеру какой-то процент от прибыли. Ну там, ну 10%, 20%. Например, вот у нас в центре программирования, если как бы работают какие-то партнеры, они получают 40% от покупки любого там обучающего курса. Так вот, чтобы популяризировать ваш сервис, используется партнерская программа. Без партнеров вы можете лишиться больше половины своей прибыли. Я знаю людей, у которых 90% всех как бы заказов приходит из партнерской программы. Причем это очень интересный еще вариант. То есть, вот если у вас хорошая разработка, действительно хорошая разработка, если вы действительно вот уверены, что люди будут ее как бы использовать, ее покупать, ей пользоваться, если до них только донести информацию о вашей разработке, то тогда, как бы, пользуясь партнерской программой, вы можете вот один раз ее создать и дальше ничего не делать. Не заниматься распространением, ни рекламой, никакими там, я не знаю, вот сообщениями, там, ведением блогов на эту тему, никаких-нибудь рассказов, добавлением дополнительных функций. Вы можете просто сидеть на диване и плевать в потолок, или там, лежать на диване и плевать в потолок. Так, собственно, вот если у вас будет партнерская программа, а ваши партнеры будут за вас делать рекламу, посты, ваши партнеры будут, ну вот, все делать для того, чтобы продать ваш скрипт, доход которого получите вы. Ну, им тоже какой-то процент уйдет, но основной доход получите вы. Вот такая вот вещь, очень важная, поэтому вот этот блок, вот именно для этого важно. Без этого блока, если вы его не изучите, или если вы что-то неправильно поймете, если вы не будете знать этой информации, вы фиг распространите ваш скрипт в вашу какую-то разработку. Будет очень тяжело, если вы не будете знать эту информацию, я вам обещаю. Так вот, что дальше? Блок по созданию и доработке панели администратора. Ну, тут, в принципе, все ясно, да, это, вот, администратор должен всегда иметь доступ, например, если вы создали какой-то скрипт, да, и этот скрипт вы продаете. Каждый человек, который покупает этот скрипт, у него, возможно, будет доступ к панели администрации этого скрипта. Чтобы там, например, управлять какими-то, ну, не знаю, там, заказами, не заказами, там, смотря, что делает ваш скрипт. Так вот, разумеется, все это должно быть удобно, правильно и продуманно сделано. То есть, мы уже говорили с вами о навигации, но не только навигация важна. Дело в том, что вот вывод самой информации внутри страницы, он тоже очень важен. Правильные устройства этой самой, как бы, консоли управления тоже очень правильные. Вот если вы, возможно, уже создавали сайты на, там, не знаю, на WordPress, например, да, вот знаете, какая там есть админка. Очень удобно, очень классно, просто, ну, я не знаю, что сказать. Это, наверное, лучший инструмент, лучшая CMS, которую я видел. Собственно, нужно сделать и в вашем скрипте-сервисе точно такой же. Конечно, это не обязательно, по сути, но для коммерческого успеха вашего скрипта, вашего сервиса, это обязательно. Кроме того, если, например, вы делаете сервис, эта самая админка будет важна и вам лично. Потому что в случае, если вы не получите доступ к регулировке чего-либо из вашей админки, вам придется лезть в исходные коды, вам придется лезть вручную в базу данных. А это, поверьте мне, совсем уже другое время. И если вы что-то, не дай бог, там в базе данных накосячите, весь ваш скрипт, как бы, полетит ко всем чертям. И вам это, поверьте, не нужно. Бывали у нас такие случаи, когда у нас, вот, возможно, периодически вы видите на наших сайтах, что там что-то перекосилось, там что-то не отображается, влазят какие-то ошибки. У нас тоже такое бывает. Вот это как раз вот эти моменты, когда вдруг кто-то залез в базу данных, что-то сделал неправильно и все пошло фиг знает как. Последний раз у нас такое было, когда мы переносили наш сайт с одного сервера на другой, люди с хостинга что-то залезли, что-то изменили, и потом у нас были большие-большие косяки, которые мы потом долго исправляли. Так вот, чтобы у вас такого не было, вот, нужно из вашей админки, из админки вашего скрипта или сервиса, иметь доступ ко всему, ко всей информации, ко всем заказам, ко всем клиентам, ко всей любой информации, которую только можно, как бы, там предстать. Причем это должно быть, опять-таки, это должно быть еще и удобно сделано, а это очень тяжело, потому что если у вас много заказов, если у вас много партнеров, если у вас там много различных товаров, например, в том же автоордере, то чтобы изменить любое из них, вот, чтобы иметь возможность изменить все из них, чтобы организовать удобно весь процесс, нужно очень хорошо приложить голову. Так вот, в данном блоке мы и будем обо всем этом говорить, о том, как это все сделать правильно. Идем дальше. Я знаю, что, наверное, вы уже устали слушать меня, да, но потерпите, дело в том, что, ну вот, много всего там, мы вложили все, что знали только, и вот то, что я сейчас еще рассказываю, это, это, наверное, еще только половина. Так что, вот, я постараюсь поскорее, но послушайте. Блок по подключению способов оплаты. Разумеется, вот, деньги принимать нужно будет в вашем скрипте или сервисе. Если вы планируете какие-то финансовые операции, то есть, ну, заработок, грубо говоря, то, разумеется, вам придется принимать оплату. Как ее принимать? Какими способами карты? Там нужно тоже все отточить правильно, потому что сервисов, которые принимают различные способы оплаты, их, как бы, много разных. И с ними со всеми нужно работать. Но тут еще есть другой вариант. То есть, кроме принятия оплаты, например, там, с мастер-карты, или с визы, или Яндекс.Денег, подключения, там, веб-мани, кроме этого, нужно еще правильные данные отправлять на сервер, на сервис, вот, например, с Яндекс.Денег получаете оплату, да, то нужно правильные данные отправить на сервис Яндекс.Денег и обратно принять правильные данные, правильно их обработать, Чтобы там вот никаких потом проблем не вылезло, что деньги, допустим, вы у клиента взяли Но как-то так получилось, что ваш скрипт не понял, что оплата произошла успешно И не предоставил нужного функционала клиенту То потом может получиться много матов, много руганий, много очень некрасивых ситуаций Поэтому вот с этим надо очень хорошо уметь работать Вот в данном блоке мы будем это разъяснять Поехали дальше Блок по подготовке скрипта к продаже Разумеется, вы создали скрипт, наладили в нем функционал, наладили в нем какой-то внутренний алгоритм Наладили все панельки, личные кабинеты, админки и прочее Но есть еще много таких вещей, которые вам нужно будет подготовить, если вы собираетесь продавать ваш скрипт или сервис Вам нужно будет отлавливать баги Вот, например, совсем недавно я пользовался одним, не буду говорить каким, но очень большим сервисом И было очень неприятно, когда в один прекрасный момент этот сервис не работал так, как нужно Там появлялись очень неприятные баги, которые, компания, которая сделала этот сервис, она не спешила их исправить Я где-то год, наверное, мучился с этими сраными багами Как бы я им писал, но, знаете как, они особо не реагируют Они, наверное, знают, но, видимо, то ли у них нет активов на то, чтобы исправить эти баги То ли еще у них какие-то проблемы Они почему-то это не делают Так вот, перед продажей вашего скрипта или сервиса Отловите баги, надо знать, как это сделать Создайте инструкции по установке Наладьте процесс от автоматической отправки готового скрипта или сервиса Или доступа к нему через интернет Чтобы человек заплатил и через минуту получил уже готовый ваш скрипт или доступ в ваш сервис Чтобы все это происходило автоматически Потом еще здесь будет очень, вот в этом блоге будет очень важная вещь Про работу с XMint Это потрясающий инструмент для того, чтобы помочь вам структуровать информацию Вот сколько вы уже изучаете программирование Вы наверняка уже сталкиваетесь с таким моментом, когда в голове, ну такая каша И что ее вот нужно как-то систематизировать И если вы ее не систематизируете, вот у вас есть 2 миллиарда дел, которые нужно сделать И какое из них важно, нифига не понятно Вот у меня, допустим, такое встречается каждый день Так вот, чтобы такого не было Вы должны фокусировать свое внимание только на самом главном И чтобы это понять, вас научат в этом блоке использовать XMint Вот это основные блоки нашего курса MasterPHP Любой один из этих блоков окупит все ваши вложения в курс Потому что эта информация, она очень ценная Сейчас ее, как бы, можно пройти в платных курсах за очень большие деньги Но у нас немножко другие условия будут О которых мы поговорим чуть позже Но фишка в том, что любой из этих блоков окупит ваши вложения Итак, ведущие тренинга Ведущие тренинга это я, Артем Кешваров И мой коллега Роман Кротов Он, к сожалению, находится не в Краснодаре Поэтому с ним будет связь происходить через Skype Через какие-то другие способы связи Собственно, немножечко о нас Я создатель центра программирования Артема Кешварова Просто создал большое такое место, пространство Где тусуется много людей, которые хотят изучить программирование Которые после обучения получают какую-то хорошую работу Которые действительно могут работать программистами где угодно То есть человек до посещения нашего центра был обычным человеком После этого он уже такой программист Итак, информацию обо мне в принципе можно найти на нашем сайте Я сейчас не буду долго рассказывать Роман Кротов, мой коллега Сейчас он тоже один из преподавателей нашего центра программирования Владелец трех онлайновых сервисов И, собственно, вот если я живу за счет продажи Не только скриптов, но и различного обучения То этот человек живет только за счет продажи своих скриптов Он эксперт в создании различных веб-сервисов В создании платных продуктов и так далее В веб-программировании этот человек меня конкретно заткнет за пояс Итак, если вы тоже хотите иметь финансовые результаты Чтобы быть финансово независимым и улыбаться Вот как я здесь на этой фотке в каком-то японском ресторане в Турции, по-моему Чтобы так вот наслаждаться жизнью То у нас есть для вас замечательное предложение Скоро мы собираем 100 учеников для обучения языку PHP По вот этому нашему обучающему курсу Master PHP Только 100 учеников, потому что мы, как бы нас двое Мы будем вести этих 100 учеников лично То есть если у них возникнут какие-то проблемы Они всегда смогут к нам обратиться Мы всегда сможем их проконсультировать Мы будем периодически звонить им Или там связываться с ними, спрашивать, как у них дела Как у них проходит обучение Возможно давать какие-то дополнительные задания или задачи В общем, мы будем поддерживать с этими людьми плотный контакт Все, что мы знаем о создании сервисов Их продажи, тому, как правильно наладить их работу Все это мы в них будем вкладывать Как бы больше людей мы не можем взять Потому что мы тоже хотим жить Мы тоже хотим как-то наслаждаться жизнью Так сказать, получать результаты от того, что мы делаем Так что всего лишь 100 учеников Есть небольшое ограничение Как бы вот я лично терпеть не могу тех людей Которые покупают какое-то обучение И потом его не проходят То есть деньги потратить потратили Но результаты никакого не добились Я люблю тех людей, которые только добиваются результата Которые если купили обучение То они его проходят То есть данное предложение Данный курс Он только для тех, кто готов работать Если вы думаете, что Ну да, типа неплохо изучить бы язык PHP Когда-нибудь там через 10 лет Может быть я его изучу Нет, вот такого не надо Нам нужно, чтобы вы изучали язык Вот как можно раньше Вот если вы готовы работать Если вы готовы вкладывать Если вы думаете, что Вы просидите, прослушаете Там курс лекций по языку PHP Из нашего курса То что вы уже будете знать язык PHP Нет Надо будет создавать свои скрипты Надо будет работать Надо будет делать упражнения Надо будет возможно вам самим Вот я всегда говорил Что самый лучший способ изучить какую-то тему Это самому придумать задание на эту тему И сделать его Вот тогда будет самый большой результат И вот это возможно тоже вам придется делать Так вот Вот это только для тех, кто готов работать Даже вот работать Не работать, а пахать На самом деле Потому что вам, скорее всего Это будет непривычно Поэтому для вас Это возможно будет сложно Но нужно, чтобы от вас Исходило максимальное желание Добиться результаты Максимальное желание Сделать свой скрипт Сервис Вот И еще небольшое ограничение Только для тех, кто с компьютером на ты Если вы там Только вчера сели за компьютер Если вы знаете только Microsoft Office То это плохо Если вы уже знаете о том Ну не знаю Вот Хотя бы самое банальное Как смотрите, расширение у файла То тогда этот курс для вас Тогда да Если вы этого не знаете Лучше вам этим не заниматься Вот такие вот ограничения Далее Стоимость Какая стоимость? Давайте вот Немножко посчитаем Блок Различные блоки Ихняя стоимость Вот блок по основам Веб-программирования 4240 рублей Блок по передаче данных 3700 Блок по управлению Внутренними процессами 4100 Блок по расширенной работе С базами данных 2700 Вот это Если вы будете это все Раздельно покупать То вот такие вот цены Это будет стоить Если вы будете то же самое Покупать в других местах Вот это будет столько стоить Вы можете прямо хоть сейчас Поставить это видео на паузу И посмотреть Сколько вам будет стоить Работа с базами данных На языке PHP Вот отдельный курс в интернете По работе с базами данных На языке PHP Вы увидите Что это будет стоить Около 5-6 тысяч рублей Один блок За работу с базами данных Здесь у нас Кроме баз данных Еще куча Просто куча всего Правильные передачи данных Внутренние процессы Практические блоки По созданию собственного скрипта Прием заказов Прием денег Различные способы оплаты И прочие вот эти вещи Все это Есть у нас в курсе Чтобы уже После того как вы его изучите Вы были Или средничком Или профи В языке PHP Тут конечно зависит От того Насколько вы сильно Хотите заниматься Насколько сильно Вы готовы Вкладывать свои силы В эту работу Так вот Если вы все это Покупаете по отдельности Это выходит Вот такую сумму 29 830 рублей Сейчас Примерно за такую же цену Сейчас можно обучиться Языку PHP У различных Оффлайновых курсах Ну В Москве В Питере Даже в Краснодаре Есть курсы По изучению языка PHP Вот за такую сумму Но там обычно Не изучают Вот этого всего Обычно там Проходит изучение Только основы Веб программирования За такую сумму И обучение Длится где-нибудь Месяцев 6 У нас это Меньше Если вы приобретаете Это все вместе В составе курса Мастер PHP То вам обойдется Это не в 29 тысяч рублей Это обойдется вам В 11 874 рубля Мы не хотим Мы хотим Чтобы это было Как бы Доступно каждому человеку Который действительно хочет Потому что Для нас Желание человека Создать свой собственный скрипт И желание получить Свой заработок От скрипта Гораздо важнее Чем получить От него деньги Мы хотим Чтобы этим люди Занимались И потом делились Своими результатами Рассказывали другим людям О том Какое обучение Они прошли В нашем центре программирования И другие люди Уже приходили к нам Так вот Это сейчас стоит 11 874 рубля В нашем центре программирования Но Для 100 учеников Первых Ну разумеется Мы этот скрипт Будем продавать Еще чуть позже Но для 100 первых Учеников Мы сделаем Дополнительную скидку И весь комплект Только для них Будет стоить 6590 рублей Так что Вот По сути Если вы это не купите Если вот Вы хотите создать Какой-то свой Собственный сервис Или вообще Работать даже Программистом На себя То Если вы сейчас Пропустите это предложение Я вот Положа руку на сердце Я скажу вам Что вы дурак Потому что Такую кучу информации Как бы За это Получить Ну вы больше Нигде не получите Просто Кроме того Вот давай немножко подумаем Вот Например Вы научились создавать Ваш собственный скрипт Да Научились создавать Какой-то онлайн сервис Вы знаете Все Там Основы и не основы Все вершины Мастерства языка PHP Но это не все Вот Что вам понадобится Для продажи Вашего скрипта Если вы будете У меня даже часто Есть такие люди Которые Знают язык программирования Вот от и до Вот прям Вот очень хорошо знают Они могут выполнить Любую задачу Которую я им дам Но Сами создать Прибыльный проект Они не могут Потому что Им говоришь Как бы Ну Придумай какую-нибудь идею А он не может Так вот Идея вашего скрипта Она в принципе Очень важна Идея вашего сервиса Очень важна Я показывал вам результаты Но на самом деле Как бы Это Я показывал результаты Вам своих двух Скриптов Да Один очень хорошо пошел Другой пошел Ну так пока еще Неизвестно еще до конца Так вот На самом деле У нас скриптов Было гораздо больше Платных скриптов Было гораздо больше И результаты От некоторых из них Мы не получали ничего От некоторых из них Мы получали Какие-то Ну небольшие заработки А вот От этих двух Мы получили Очень хорошие заработки По сравнению с остальными Поэтому вот Я их вам показал Но Если вы сделаете Неправильную идею Вашего скрипта То его никто Покупать не будет Очень важна Идея Вашего платного продукта Потому что сейчас Есть люди Которые знают PHP Да Но Допустим Они могут создавать В месяц По одной разработке Кто-то может Создавать Десяток Даже разработок В месяц Ну там все От человека Зависит Так вот Не все Из этих разработок Получают большие деньги Какие-то не получают Ничего Так вот Чтобы у вас Не было такого Что ваша разработка Ваша идея Оказалась Как бы Вот пустым вложением Сил и денег Чтобы вот такого Не было Мы добавим Вот точнее Точнее я добавлю От себя Вот такой замечательный Курс Который отдельно Не продается Он продается Только в составе Курса Мастер PHP И только 101 ученикам Он достанется Как сгенерировать Прибыльную идею Скрипта Или сервис Вот Именно с этим Инструментом Вы сможете Создать Такую идею Которая действительно Будет вам Приносить денег Потому что Если у вас Будет плохая идея Никакого результата Вот вы будете Знать язык Но Получить доход От него Вы не сможете С данной информацией Вы сможете Сгенерировать Классную идею Которая действительно Принесет вам Денег Собственно Достанется Только 101 ученикам И больше Никому Так что Эти 101 учеников Они гарантированно Получат Свои деньги Вот В смысле Они Смогут создать Такие платные продукты Сервисы Или скрипты От которых Они действительно Получат деньги Итак Но все Но все Идея Прибыльные Прибыльные Вот сама Идея Прибыльная То Вам нужно Будет ее Распространять Вам нужно Будет заказывать Ну Грубо говоря Вот Человек Который не знает Как это делается Он заказывает Там рекламу Сдувает Весь свой бюджет Кучу денег На рекламу Тратит Ничего Не получает И думает Что Ну не знаю Ну не судьба Не получилось У меня Что На программирование Может быть Зарабатывать Единицы На самом деле Недалеко Не единицы Вот Просто Неправильный Подход К распространению Вашего скрипта К рекламе Вашего скрипта Так вот Идея Допустим Вот идея у вас Прибыльная Создавать скрипт Вы умеете Вам нужно Правильно Его распространять Так вот Только для 100 первых Учеников Они получат И вот этот Замечательный курс По тому Как продавать скрипт Или сервис Опять таки Этот курс Не продается Отдельно Он будет Как бы Доступен Только Для первых 100 учеников Они получат От меня Совершенно Бесплатно В составе курса Те Кто будут Покупать Курс Мастер PHP Потом Они этого Не получат Так вот Как продавать Скрипт Или сервис Дело в том Что там Есть много Аспектов Реклама Должна быть Определенная В определенных Местах Продавать Нужно Определенным Людям Продавать Нужно Определенным Способом Точнее Ну как бы Не продавать Вам нужно Будет Его Рассказать О нем Ну и Как бы Вот Человека Можно сказать Ну не знаю Соблазнить Что ли Показать ему Все фишки Вашего скрипта Вашего сервиса Показать ему Все Чего он Может Добиться Все это Нужно Сделать Правильно Если Этого Не сделать Денег У вас Не будет Вот Допустим С первым Скриптом Да Симпл Сплит Мы сделали Просто все Очень шикарно Вот Очень Очень Шикарно Как раз По этой информации Которую я Изложил В данном В данном Курсе И Собственно Результаты Вы сами Видели Лимон Чуть больше Лимона В год Это по-моему Очень хорошо В среднем Получается Что Около Около 100 тысяч Месяц Но Это еще Не все Только Для 101 Учеников Мы Конечно Дадим Наши Личные Контакты Те Кто Будут Покупать Курс После Этих Стави Учеников Они Не Получат Этих Личных Контактов Они Не Смогут Связаться Со мной И С Романом Со мной Лучше Всего Со мной Говорить По Распространению Скриптов По Их Продаже По Тому Как Найти Клиентов По Каким То Вещам Связанными С Коммерцией И Общей Идеей Архитектуре Скрипта С Романом Лучше Разгадать По Поводу Технических Вопросов Потому Что У него Веб Программирование Это Просто Супер Гуру Потому Что Таких Людей Которые За Месяц Создать Скрипт Вроде Авто Ордера Когда Крупные Компании Создают Его Он Реально Крут Здесь Разумеется Я Предоставил Две Визитки Которые Будут Прилагаться К курсу Контакты Разумеется Все Замазал Там Телефоны Емейлы Скайпы И прочие Способы Связи Далее Только Для 101 Жеников Мы Подарим Доступ К двигателю Продаж Это Специальный Сервис От Кротого Романа Который Называется Sale Inage Он Сейчас Сложно Вам объяснить Насколько это важно Но После прохождения Курса Вы будете Очень нуждаться В нем Так вот И Разумеется Действие этой карты Будет с тех пор Как вы начнете Как бы Ей Как вы ее Активируете Активируете Вы ее Когда уже Сможете Писать скрипты Так вот Она дает Возможность Вам Продавать Ваш сервер Сервис Или Какой-то Скрипт Гораздо Лучше Потому что Будет специальный Вот В данном Sell inage В данном Двигателе Продаж Есть различные Инструменты Для того Чтобы повысить Ваши продажи Это умные Таймеры Это различные Такие Небольшие Механизмы Которые Действительно Хорошо Работают Для продаж Замечательная Вещь Я сам Ей пользуюсь Можете увидеть На моих Несколько Сайтах Элементы Работы Данного Двигателя Продаж Далее Вот Все Что вы Получите После Заказа Курса Мастер PHP Я уже говорил Что только Дурак Может Хотеть Создать Какой-то Скрипт Или сервис На языке PHP И при этом Не купить Вот это Потому что Вот без этого Вы потратите Около 29 тысяч рублей На обучение Вот этого всего Кроме того Там вы еще И не получите Информацию Авторскую Информацию О том Как это продавать Вот Есть такая проблема Что В принципе Людей Которые Занимаются Продажами В России И продажами Софта Конкретно В России Их всего Единицы В том числе Я Может быть На весь На всю Россию Может человек Десять Этим Занимаются Но остальные Девять Кроме Меня Они об этом Никогда не Расскажут Потому что Это их не хлеб Мне Важнее Результаты Наших клиентов Потому что Я знаю Что если Наши клиенты Добиваются Результаты К нам приходят Другие клиенты И эти клиенты Приводят Еще у клиентов Людей Становится Больше 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 И собственно У меня Все идет Хорошо Поэтому Дорогие друзья Если вы будете Заказывать обучение PHP Где-то еще Вы никогда не получите Информацию О том Как продавать О том Где находить Клиентов О том Как генерировать Идею Вашего Прибыльного Скрипта Вот Все Это Вы получите В составе Как бы Курса Мастер PHP Но Только 100 Первых Учеников Забыл Еще Вещь Добавить Слева Внизу Видите Картинку Это Исходные Коды К нашему Тренингу Мастер PHP Там Находится Вот Весь Этот Скрипт Авто Ордер Находится Вот Именно Там То есть Там Все PHP Файлы Дополнительные Файлы Стилей HTML Прочее Все Это Находится Там Это Точно Так же Все Будет Прилагаться Ну Что Ж Так же К курсу Прилагается Гарантия Сейчас Не буду Подробно Ее Описывать Но Суть Заключается В следующем Если Вдруг У вас Получится Что Вы Не Сможете Создать Свой Собственный Скрипт Свой Собственный Ну Не Зная Вот Сервис Онлайн Сервис После Прохождения Скрипта После Прохождения Курса То Стопроцентный Возврат Возврат Денег Вам Гарантируется Но Тут И Никаких Разговоров На самом деле Не может Быть О том Что У вас Этого Не Получится Потому Что Я Знаю Что Сто Процентов Что Оно У вас Получится Потому Что Вот Пользуясь Этим Всем Не Сделать Это Просто Нереально Если Конечно Вы Ну Не Знаю Не Пещерный Человек Что Дело Сейчас Если Вы Хотите Попасть В 100 Учеников То Переходите Пожалуйста Прямо Сейчас По ссылке Ниже Данного Видео И Запишитесь В ранний Список Что Такой Ранний Список Люди Из Раннего Списка Смогут Заказать Курс Мастер PHP На 18 Часов Раньше Всех Остальных У Рассылка Большая У Романа Кротова Тоже Рассылка Большая У Меня 27 Тысяч Человек В Рассылке И Они Все Смотрят Данное Видео У Романа Тоже Там Какая Значительная Сумма Я Сейчас Точно Не Помню Но Тоже Много Так Вот Вся Эта Рассылка Получит Возможность Заказать Курс Мастер PHP Позже Раннего Списка Ранний Список Там Сколько Наберется Мы Вышли На 18 Часов Раньше Ссылку На Заказ Вы Сможете Заказать И Отхватить Все Вот Эти Бонусы И Курс Мастер PHP Стартует 9 Октября 9 Октября Мы Пришлем Вам Ссылку Если Вы Находитесь В Раннем Списке Если Вы Не Находитесь То Возможно Пришлем Возможно Не Пришлем Если 100 Копий Будут Распроданы Среди Раннего Списка Мы Остальным Просто Не Пришлем Так Что Курс Стартует 9 Октября Если Вы Заинтересованы В этом То Пожалуйста Следите За Своим Почтовым Ящиком Ждите От Нас Писем Сейчас Вот Еще У Вас Будет Несколько Интересных Новостей Как Раз Для Тех Людей Кому Нужен Будет PHP Которые Очень Смогут Вам Помочь Поэтому Вот Если Интересуют То Пожалуйста Я Вас Приглашаю В обучение По Курсу Мастер PHP Будем Рады Видеть Вас Буду Рад С Учуть Что Дело Сейчас Я Уже Сказал Так Что Дорогие Друзья Я С Вами Прощаюсь С Вами Был Артем Кашеваров Роман Кротов К сожалению Сейчас Здесь Его С Нами Нет Но Чуть Позже Он Пришлет Вам Несколько Своих Видео Тоже Рекомендую Вам Их Посмотреть Очень Будет Интересно Ну Что Я С Вами Прощаюсь До Встречи Дорогие Друзья